Всем привет! И снова наступило время, чтобы поговорить об искусстве, культуре и ярких личностях нашего города. Как вы уже поняли, на ваших экранах программа «Калейдоскоп», так что приготовьтесь к восприятию прекрасного. Мы часто бываем в театрах и стараемся рассказывать вам о самых ярких премьерах, которые проходят в Рязани. Но сегодня мы поговорим о не менее ярких гастролях. Гастролях историко-этнографического театра. Правда, они уже закончились, но не упомянуть о них мы не можем. Что такое историко-этнографический театр, наверняка знают немногие. Да и мы, стоит признаться, столкнулись с этим явлением впервые. Неудивительно, ведь в нашей стране такой театр существует в единственном экземпляре. Правда, уже на протяжении довольно длительного времени. Совсем недавно его коллектив отметил серебряный юбилей. Спустя столько лет художественный руководитель Михаил Мизюков вспоминает, с чего все начиналось тогда, в далекие 80-е годы, когда он был студентом училища имени Щепкина. Идея создания театра в середине 80-х годов, она возникла после работы над дипломным спектаклем «Снегурочка», по пьесе Александра Николаевича Островского, который мы играли. Я сам тоже с того самого курса актерского. Режиссер-постановщик Мария Евгеньевна Велихова, была этого спектакля. Мы играли его на протяжении четвертого курса в филиале Малого театра. При огромном успехе зрителей, а суть и идея того спектакля, она заключалась в синтезе классического произведения, драматического и народной песни, то есть фольклорной традиции. В этом направлении и продолжил работать коллектив театра в дальнейшем, и назвался он историко-этнографическим. У многих это серьезное название несколько пугает, но на самом деле за ним скрывается уникальный коллектив профессиональных драматических актеров и музыкантов, в спектаклях которого органично сочетаются народная драматургия и режиссерское искусство, древнее песенное многоголосие и актерское мастерство, древнерусские музыкальные инструменты, яркие этнографические костюмы и колоритный народный язык. Это действительно сплав, это синтез, где все должны уметь все. Труппа историко-этнографического театра в идеале должна состоять из гениальных драматических актеров, которые при этом могут петь и в народной манере фольклорной, и церковные песнопения у нас присутствуют в спектакле, и романсовая культура. Желательно играть на всех музыкальных инструментах, возможно, у нас их в спектаклях много присутствует, это и гусли, и колесные лиры, и желейки, и гудки, ну я уж не говорю про такие распространенные, как гармонь, балалайка и так далее. За последние годы этот уникальный театр много ездил и по миру, и по стране, но в Рязань приехав впервые, представив нашему зрителю несколько спектаклей. В их числе посвящение Александра Пушкина «Ученик лицея», замечательная вещь в двух действиях комедии «Афроли Скобееве» и драматическая хроника «Смутного времени» Тушина. Вообще репертуар театра разнообразен, и условно его можно разделить на несколько направлений. Фольклорные действия, где очень много народных песен, обрядов, ритуалов и прочее, это одно направление, такие спектакли, как «Русский календарь», «Казачьи действия», «Ярмарка начала века», это антология городских увеселений России, конца 19-го, начала 20-го века. Это одна часть. Есть часть классическая, это исторические хроники, но вот в Рязани на гастролях будет представлен спектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Тушина». Это «Смутное время», 1608 год. Это замечательная пьеса, очень недооцененная, на мой взгляд, и во времена Александра Николаевича, и сегодня ее, в общем, нигде не удалось нам найти следов ее постановок. Ставят здесь и кое-что из зарубежных пьес. Особый пласт репертуара театра составляют сказки. Но каждая постановка – это действительно нечто особенное, самобытное, атмосферное. Актеры театра гордятся тем, что играют именно здесь, а зрители с первых секунд ощущают необычность происходящего действия. Когда приезжаешь и видишь школьников, людей по 16-17 лет, которые смотрят материал по Островскому или по Платонову, и вдруг они понимают, что есть это, и это наше, и это не хуже, чем… Извините, не хочу, конечно, приводить примеры, но чаще всего, когда приезжаешь, видишь какие-то афиши, такие постеры довольно ляпистые, там типа а-ля шашни старого таксиста и что-нибудь в этом роде. В общем, какие-то такие материалы, такой, что называется, на потребу публики, неизвестных авторов. А здесь вдруг Островский, Тушина, ого, а что это? Хроники смутного времени, ого. И я вдруг столкнулся с таким опытом, то, что мне удалось пережить, вот на гастролях в Кинишме, например, когда в первом ряду я увидел глаза этих школьников, которые начинали смотреть спектакль с чипсами, с жвачкой, какой-то галдеж, какое-то шуршание в зале. И вдруг к концу первого действия они притихли, второе действие они слушали молча и внимали, прям полностью погружаясь в материал, в то, что происходит на сцене. И в конечном итоге стоят там молодые люди там по 16-17 лет со слезами на глазах, то есть происходит действительно какое-то большое, хорошее, ну, не побоюсь этого слова, богоугодное дело. Гастроли театра продолжались всего несколько дней с 10 по 12 ноября. Те, кто успел насладиться игрой актеров, наверняка захотят еще раз посетить их спектакли. Ну а тем, кому не посчастливилось побывать на постановках историко-этнографического театра, придется ждать следующих гастролей, ну, или ехать в Москву. Мы с вами привыкли, что музей – это прежде всего выставочная деятельность. Однако ни одна выставка не могла бы состояться без поддержания экспонатов в надлежащем состоянии. А это уже работа реставраторов. И вот чтобы мы поняли, насколько она важна и сложна, в Рязанском Кремле была открыта выставка, на которую мы вас и приглашаем. «Веков связующая нить» – такое название для выставки в стенах Рязанского Кремля выглядит очень гармоничным. Хотя сама открывшаяся экспозиция не совсем стандартна. На этот раз организаторы решили приоткрыть посетителям завесу тайны и показать, какой долгий и сложный путь проходит каждый музейный экспонат, прежде чем его увидим мы с вами. Санкт-Петербургский университет культуры и искусств тоже готовит специалистов-реставраторов, ну, как высшее учебное заведение, да, это два уровня высшего бакалавриата и магистратура. И для создания вот непрерывной системы реставрационного образования и создания этой системы, и было задачей присоединения нас к Санкт-Петербургскому университету, когда мы готовим специалистов среднего звена, да, и что очень ценно, вот, ценность к нашему учебному заведению, потому что, как вы знаете, что специалисты средних учебных заведений часто превосходят выпускников вуза в части практической подготовки. У нас более 55% учебного плана, это работа руками, да, это их учат работать как раз руками, что особенно ценно, безусловно, для, в том числе для реставратора. Ну, а дальше фундаментальные знания, как дает любой вуз, они дальше продолжают учиться. Суздальское художественно-реставрационное училище работает уже 35 лет, причем последнюю пару лет числится филиалом Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Одно из наиболее востребованных направлений деятельности учебного заведения – подготовка специалистов по реставрации, консервации и хранению предметов искусства и памятников культуры с танковой живописи, книг и графики, текстиля, дерева, металла и камня. Ювелирное владение техниками и познание тонкости обработки каждого материала как раз и демонстрирует экспозиция в певческом корпусе Рязанского Кремля. В экспозиции представлены точные реплики исторических костюмов разных периодов истории, украшения, кованые декоративные элементы и аксессуары. В чем особенность учебного процесса «Монаша» в нашем филиале? Во-первых, мы работаем на подлинных произведениях истории культуры. Мы работаем более чем с 30 музеями Российской Федерации. Памятки из этих музеев поступают к нам и студенты под руководством преподавателей, аттестованных на реставрационную категорию в обязательном порядке, и при научно-металическом контроле двух ведущих реставрационных организаций нашей страны. Это Всероссийский художественный и научно-реставрационный центр «Минграбаря» известного и Нарушевский институт реставрации город Москва. В экспозиции представлено более ста работ, выполненных будущими художниками-реставраторами в ходе освоения азов-профессии. Учебное заведение впервые представляет свои работы в Рязани, тем не менее его выпускники хорошо известны, в том числе и рязанским музейщикам, которым они помогают в их нелегкой работе по сохранению уникальных предметов. История учебного заведения насчитывает 35 лет. За это время выпущено более 800 мастеров редкой на сегодняшний день профессии. Возвращено к жизни свыше тысячи предметов из 30 музеев страны. Специалисты вуза, несмотря на редкость профессии, чрезвычайно востребованы, ведь не каждый музей имеет возможность иметь в штате художника-реставратора, а между тем второе дыхание требуется каждой вещи. Авторам тех работ, которые представлены на открывшейся выставке, только предстоит приобрести высокую квалификацию, которой обладают их коллеги. Однако их работы и сейчас заслуживают высокой оценки. Мастерство, с которым выполнены костюмы, изделия из металла, украшения, переплеты книг, рязанцы могут оценить до 7 декабря. Два по 50. Нет, не подумайте ничего дурного. Просто так называется бенефис двух замечательных актеров театра кукол. Не дожидаясь праздника, мы лично встретились с ними и узнали, что же ожидает тех, кто придет на их бенефис. Сергей Захарычев и Валерий Скиданов прожили на этом свете по 50 лет. И большую часть этого времени они играют на сцене, причем на сцене театра кукол. Кстати, ни один, ни другой именно кукольниками становиться не собирались. Но сегодня не жалеют, что все получилось именно так. Очень большой процент артистов-кукольников начинает поступать на драму, потому что амбиции юношеские, все представляют себя звездами экрана, звездами большой сцены. Просто люди недооценивают на самом деле театр кукол. Когда я окунулся, когда я увидел впервые настоящий театр кукол, театр Вольховского, театр Виндермана, театр Шараймана, это тогда была уральская зона, она гремела, это было что-то потрясающее. А потом я увидел наш Рязанский театр кукол, который был вообще просто вне всякой конкуренции. У меня все перевернулось, и я понял, что я кукольник. Валерий Скиданов, который сегодня не только актер, но и режиссер, тоже попал в театр кукол, впрочем, как и в наш город, случайно. Но ни разу об этом не пожалел, как не пожалел и о том, что не стал драматическим актером. Так как может драматический актер, сыграет и кукольник. А так как может кукольник, не каждый драматически сыграет, не каждый сможет совладать с этим магическим предметом куклы. Потому что это не просто предмет, это он, когда берешь шоу в руки, он оживает. Поэтому это вот разные вещи. Чем мы отличаемся? У нас, мне кажется, более глубоко, более широко дана возможность пообщаться с образом и с зрителем. Мы же как бы втроем общаемся. Драматический вот он и зритель. А у меня я, мое второе я через куклу и зритель. Все, чему научились артисты за эти годы, они хотят показать родственникам, друзьям и всем желающим на бенефисе 2 по 50. Те, кто хоть раз бывал на подобных мероприятиях в Театре кукол, знают, что они всегда проходят весело и немного бесшабашно. Секреты предстоящего праздника артисты открывать отказываются, но все-таки кое-что нам удалось узнать. Как гласит наша афиша, там слово бенефис, там каждая буковка расшифровывается. Б, я сейчас не помню точно, бенефис там Б блестящий, Е единственный. В общем, буква Ф означает фирменный, фирменный бенефис Рязанского Театра кукол. То есть это не просто какой-то концертный набор. Это некое действие, в общем, это целый спектакль с определенным сюжетом, с интригой, с завязкой, с определенной нитью. Конечно, тема одна, бенефис, наш бенефис, вот мы там два главных героя, но мы не просто сидим на сцене и получаем поздравления от коллег, а они будут. А во всем этом еще замешано какое-то театральное действие, настоящее. То есть полноценный спектакль, люди посмотрят, увидят, зрители наши получат такое хорошее шоу. Мы увидели лишь небольшую часть репетиции предстоящего представления, но даже, судя по этому, с уверенностью можем сказать, будет весело. Бенефис состоится 15 ноября в 16 часов. Билеты все желающие могут приобрести в кассах Театра Куку. И на этой доброй ноте наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова